Купили уголь заранее в этом году. Породы вообще не было в этом году. Хороший уголь. 4 тонны топлива будут согревать в холода Светлану Азарных и всю ее семью. Запаса хватит на весь зимний сезон. В этом году семья позаботилась о покупке топлива заранее. Обычно мы покупаем в август-сентябрь уголь. В том году были проблемы с углем, поэтому решили в этом году купить пораньше. В этом году проблем не было. В начале июня мы купили. Цена была 3 300, по-моему, 4 тонны. 15 тысяч у нас уходит по деньгам. А в том году у нас получилось, что мы 2,5 тонны на эти деньги купили. С июля деньги лежат. Шоферам позвонил. Все, по 20, по 30 человек. За очередь у нас угля нет. В начале декабря прошлого года мы рассказывали о жителях поселка Масальский Локтевского района. Больше месяца люди не знали, где купить тепло. В районе возник острый дефицит топлива из-за перебоев с поставками из Казахстана. Люди выживали, как могли. Искали уголь, заказывали из краевого центра за 400 километров от дома. У соседей занимали мешок угля, у родственников. Не в нашем районе купили этот уголь. Нам теплее стало. Нам ребенок первый раз лег в ночнушке спать. Они ни в сапогах, ни в носках чередяных, ни в кофтах. Чтобы ситуация не повторилась в мае этого года, правительство края решило повысить предельно максимальные цены на уголь. Более чем на 20%. Но при этом, если люди будут покупать уголь выше предельной стоимости, они могут рассчитывать на компенсацию. На это по инициативе губернатора Виктора Томенко заложен 1 миллиард рублей из краевого бюджета. Допустим, предельник был 3 500, стал 4. Он купил за 3 900, ему 400 рублей компенсировали. Сейчас, допустим, с 1 июля, так как предельники по Алтайскому краю поднялись на 4,3%, то ему там компенсируется, получается, 17%. То есть, ну, там, уже разница 350, к примеру, рублей. Компенсациями могут воспользоваться любые категории граждан. Главное – предоставить в органы местного самоуправления платежные документы покупки топлива. За компенсациями в край уже обратилось порядка 600 человек. Тем из них, кто обратился с заявлением в июне, уже выплачено порядка 500 тысяч рублей. Остальным выплаты поступят в августе. Площадка с углем в горняке – 8-9 тысяч тонн топлива. Предназначено оно как для теплоснабжающего предприятия, так и для продажи населению Локтевского района. Для населения поставлено порядка 14 тысяч 382 тонны, реализовано для населения 12 182 тонны. Это порядка где-то реализовано, то есть по населению это где-то 55%. Но это с тех площадок, которые мы мониторим, находятся непосредственно наши территории. Жители тоже уже научены горьким опытом, с мая месяца уголь приобретается, то есть на два месяца раньше люди стали приобретать уголь. На сегодняшний день потребность жителей края – порядка полутора миллиона тонн. Сейчас в продаже имеется 90 тысяч тонн. Минстрои заверяют, что уголь есть на всех угольных площадках края, и запасы постоянно пополняются. Это регулярно контролируют представители краевого Минстроя. Переживет ли Алтай осенние и зимние холода, а в тепле – узнаем уже через пару месяцев. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком.